Я создал одноименную группу в Вабере, также и называется Витал Вэй. 8-миллипетровая пленочка. Это именно была санчасть, потому что я в ней лежал. Какая была зима в 70-м году? Класс! Столовая. Вот кормили в две очереди солдат по 500 человек, по 500 мисок мы мыли. Почту В-01, собачка Укорнет. Привет, друзья! Тот, кто следит за моим каналом, наверняка уже видел два моих видео, которые я сделал про авиаторское. Сегодня у нас авиаторское 70-х годов. Ну, я думаю, особо интересно это будет тем зрителям, которые ранее проживали в авиаторском 70-е годы. То есть у них будет возможность вернуться на 9,5 минут в свое детство, юность, молодость. Ну и, конечно же, нынешнему молодому поколению будет интересно посмотреть, как жили их родители. Какой быт был в авиаторском в 70-х годах. У нас будет 9,5 минут немого кино, но чтобы оно было интереснее, интереснее было вам смотреть, я пригласил к себе в студию, в офис моего подписчика Олег Шелест. Он служил там с 72-го по 74-й год. Приветствую, Олег! Добрый день! Ну что, солдат спит, служба идет? Да, я служил в авиаторском, на передающем радиоцентре. В принципе, там, в этом гарнизоне было три воинские части. Это был, или четыре даже. Это был полк, солдаты, которые обслуживали самолеты. Ну, дальше была рота охраны, химзащиты. Светодивизион, это начиная от фонариков на взлетной полосе и кончая радиолокаторами. И мы. Узел связи, передающий радиоцентр. Давай смотреть тогда кино, друзья, будем смотреть кино, и мы будем вам комментировать. Может быть, немножко отвлекаться от темы, которая там, но все равно все будет про авиаторское все-таки. Давайте смотреть, уже у вас, я так думаю, не креплячка. 8-миллипетровая пленочка. Конечно, качество не очень, но давайте смотреть. Так, первый раз, первый класс. Я так понимаю, это 1 сентября, наверное, да? И, скорее всего, оператор, который снимает, это, наверное, оператор вот этого мальчика в белой рубашечке. Кстати, моим зрителям скажу, тот человек, который мне ссылку кинул на Ютубе на закрытое видео, вот это, с которого я и скачал, он дал мне точные адреса операторов, которые снимали. Там в конце вы увидите фамилии их. Но один уже, к сожалению, умер по старости, а второму 86 лет, и живет он в Кировограде. Жив ли он или нет, я не могу сказать. Олег, ну что, что узнаешь? Пока я вижу, ну... Субботник. Пока я вижу субботник, да. Дети пошли в школу, вот идет приборка территории. А вот сейчас, может быть, что-то мы и разглядели. По-моему, центральная улица вот этого. Сейчас посмотрим. Да, друзья, представьте, вот этим вот ребяткам, которые, им уже сейчас по 60? По 60, да. Или под 60, кто-то старше, видите, вот кто-то младше. Ну, вот это, скорее всего, здание санчасти. Кстати, Олег, я вот когда недавно был, смотрите, друзья, всплывающие ссылочки по авиаторскому, мне сказали, что это не санчасть. Говорят, да санчастью дальше чуть-чуть. Нет, это именно была санчасть, потому что я в ней лежал. Вот в этом бараке, да? Да, да, да. Друзья, она попала у меня и есть на видео, когда вы вот по ссылочкам пройдете авиаторскому. Этот барак тоже по сей день есть, скажем так. Это единственный барак, который остался в живых. Дело в том, что чуть дальше у нас была точно такой же конструкция казармы. Точно такое же здание. Но сейчас там уже не осталось ничего, потому что там пытались построить котельную. Вот. А здание санчасти стоит. А я когда был, я прошелся там быстренько по этому самому. А офицерский клуб был-то? Вот через дорогу дальше были две казармы. Казарма полка светодивизион, а дальше был дом офицеров. А школа вот этого детки, где она находится? А школа... Она и сейчас там должна быть? Она и сейчас там стоит, потому что она единственная школа в авиаторском. Ну, это вот тоже в стороне санчасти, там чуть поглубже. Школа есть, она никуда не делась. Вот. Ну, в этой санчасти, опять вспоминая, после того, как городок открыли, после того, как расформировали, это был там, по-моему, 993-й полк истребительной авиации. Когда его расформировали, городок открыли. Ну, я туда ездил просто посмотреть. И вот я заходил и в свою казарму, и в это здание, там выращивали грибы. Вешенки. Сейчас это просто заброшенное закрытое здание. Ну, вот, да. Чаще всего, да, вот этот барак показывает. Больше, ну, больше там ничего. Это Владимир Ильич Ленин, если кто-то не знает, да, дедушка Ленин, только в младшем возрасте. А это шалаш его в разливе. Это для молодого поколения, говорю. А вот, видите, вон дед Ленин сидит. Мемуары пишет, революционные. Да. Вот, это же надо у какого-то, скорее всего, это был офицер, да, у которого была камера. И вот он заснял вот этот 70-й год. Да, по тем временам это было очень интересно. Все это заснять, потом показать. Это Ленин на броневике, для зрителей, говорю, тот, кто не знает, для молодых. Скорее всего, это он дома у себя снимает. Это внучок Ленин. А сейчас, нет, это... Сейчас пока. Ракета. Не ракета Льюнзовская, я вот это подумал. Это не Льюнзовская. Ракету делали на агрегатном заводе. Ну, и наша это, не ракета-то. Наша ракета. Агрегатный завод. А, то есть, наверное, я все. Так, ну вот это уже зима, друзья. Посмотрите, какая, вы можете посмотреть, какая была зима в 70-м году. Класс, да, или 71-й, или 70-й, по-моему, да. Видите, какая зима была. Я тоже так ходил, слышь, я помню, я тоже так ходил. Такой шарфик мне мама завязывала, такая же шапка у меня. Так у всех одинаковые шапки были. О, и мы так ходили. Пионеры. Да. Но это уже не первое, или первое сентября? Наверное, первое сентября. Да, да, да. Это просто смонтировано так, не по времени. Да, зима, зима, осень, как-то зима, осень. Вот, ну, а учителей, наверное, уже, извините, по старости, наверное, в живых нету. Учителей, не знакомый офицер? Кто там не вижу, погончики, погончики, что там? Вот, знакомое, знакомое лицо. Чи лейтенант, чи подполковник, не увидел звезды. Лейтенант. Лейтенант. Один, вот этот самый. Просвет. Ну, привез своего ребенка в школу лейтенант. Сейчас еще будут офицеры. Может, кого и узнаешь. Ну, скорее всего, папа снимает сына. Больше всего он в кадре. Ну, конечно. А может, дедушка. Кто знает, да? Вот так, друзья, раньше, вот, все в белых рубашечках, в пионерских галстуках. Все как положено. Большой был гарнизон. Ну, вот, вы видите, школа большая была. Ну, по тем временам, вот, только солдат было. Вот, когда я служил, я, как сейчас помню, ну, как молодой боец, я залетал на кухню. Там столовая была, столовая. Вот, кормили в две очереди солдат по 500 человек. По 500 мисок мы мыли. Вот. Там в последующее время... А вот это не знакомые офицеры? Нет. Майор, я знаю, про мелькуром. Ну, ну. По тем временам, вот, когда я служил, то есть, это было тысяча солдат. Тысяча солдат. После того, как там базировались МиГ-25, я где-то читал. Ну, это не полк, это два батальона? Полк был. Полк истребительной авиации. А. Там не нужно было больше следитья. Ротоохрана, светодивизион был. Вот. Поэтому, ну, видно, когда были МиГ-25, уже увеличилось количество солдат, обслуги и так далее. А вот это, где мелькают. Сейчас еще раз. Ну, этих, конечно, может, не знал. Дело в том, что это были летуны, а мы-то были чернопогонники. Связь, поэтому... Ага. Может быть, кого-то я и видел, когда ходил по гарнизону, кого-то встречал. Улыбается, наверное, знает оператора. Да. Наверное, кто-то из офицеров. А вот и пленку перематывают. Перематывают. Вот, друзья, это 8-миллиметровая пленочка. Перематывают. Это, наверное, два брата. Вот так. И тебе по голове. Да, 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 да. Это опять 1-е сентября. Да, а столовка где была-то? Столовая была, ну, вот как я говорил, вот если от санчасти шла казарма полка, потом дом офицеров, потом шла солдатская столовая, потом шла офицерская столовая. А потом уже чуть дальше наш передающий центр. Он и до сих пор там стоит, до сих пор функционирует. Кстати, к моим зрителям, на весну я планирую снять большое обзорное видео про авиаторское. Так что не уходите с канала, оставайтесь, все будет весной, когда уже так листики появятся, когда все красивенько будет, тепло будет. Вот и поедем в авиаторское. Ну, если возьмете меня, может быть, что-то расскажу там интересное, а уже походу сделаю. Ты же там про связь расскажешь, хоть что-то, да. И еще у меня есть один знакомый, Витя Горобовский, дал мне его. Он там служил тоже офицером, летчиком. Вот, мы его тоже с собой прихватили, но он чуть позже, он уже где-то в 80-е, 90-е, вот так вот, в 80-е, 90-е, начало 90-х там служил. С удовольствием поеду. Я, в принципе, стараюсь, ну, я не знаю, меня вот как тянет туда, вот, я прослужил, кстати говоря, призвался. 14-го мая демобилизовался, ровно два года, вот. Ну, и вот в мае я как-то так вот, ну, сажусь на машину, проеду там, где-то, мы оставлю машину, пройду пешком, вот, ностальгия. Ну, значит, весь городок и обойдем. Мы сначала сделаем обзорку на машине быстро, а потом погуляем по городу, ну, вот, незнакомый. Там дело в том, что... Кто этот, по погонщикам, по погонщикам, лейтенант, что ли? Лейтенант, да. Да, лейтенант. Дело в том, что там уже практически ничего не осталось, там и частные фирмы какие-то, и вот эти все казары. Когда мостик мы снимали, там такое уже... Да, но мостик остался. Мостик остался. К сожалению, сейчас, я не знаю, наверное, разыскать кого-то из старых офицеров, которые могут еще рассказать из истории, там... Так это сколько им лет уже? Сколько им лет, да, уже очень много. 40 лет прошло уже, 70-е, 80-е, 90-е... 40... 45... Почти, 50... 40... Ну, да, 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 да. Это если предположить, что им было по 40, то им сейчас 85, нет, ну, может, ну, можно найти кого-то. Может, офицеры и помладше были, 35 лет. А вот кто-то после училища, 25-летний. Дело в том, что там есть же дома-то остались, и люди живут. Ну, вот, друзья, и конец. Да, вот оператора вы сейчас увидите, кто снял это. Вот, молодцы, Филоненко. И я говорил, друзья, он еще неизвестно, жив-не жил, но адрес мне точно дали в Кировограде. Ну, естественно, я не стал ехать, потому что неизвестно. Олег, ну, что по завершению еще скажем нашим зрителям? Ну, что-нибудь интересное, давай что-нибудь такое. А ну, знаешь, как рыбаки брешут, а ну, что-нибудь из армейской брехунчика. Именно из службы в армии? Ну, конечно. Очень-очень интересный, расскажу, эпизод. Ну, такого точно вы нигде не услышите, вот, про гарнизон, про этот. Вот, когда вот в 1974 году я заканчивал службу, там начали удлинять полосу для МиГ-25 под 2 километра длину. Вот, и прислали военно-строительный отряд, я не помню, какой его номер был, Страйбат удлинял эту полосу. Вот, но это была полная анархия, они, ну, как, вот, как себя вел всегда Страйбат. Но, что было интересно, вот, допустим, мы приходили в столовую, да, вот там на 10 человек давали там бачок каши и там 10 кусочков якобы мяса. То есть пару кусочков мяса и 8 кусочков сала. Вот, куда уходило мясо, ну, это понятно, но откуда они брали столько сала, я не понимаю. Вот, ну, мы это все ели, а Страйбат отказался такое есть. Как это? Они отказались, потому что они за все платили. Если я получал, допустим, как командир отделения, я получал... А, Страйбате еще деньги платили. Да, 10,80 за командира отделения, 5 рублей за первый класс, там, рубль за смежную специальность, почти 17 получалось. Вот, ну, вот так солдатам платили. Ну, солдат получал там, просто солдат 3,80, допустим. Вот, а Страйбат за все получал деньги. И у них вычитали за постель, за баню, за еду, за форму, за все. И вот они, когда увидели вот такие вот харчи, они просто отказались. Где мясо наше? Где мясо, где нормальная каша? Вот, то же самое с баней было. У нас вот рядом с нами, там, с нашим передающим была баня. Там могло быть, могло не быть горячей воды, могло не быть холодной воды. Вот, ну, мы как-то так купались, то в кипятке, то в холодной. Страйбат пришел, сказал, нет, ребята, вода должна быть теплая. И мы не пойдем на работу до тех пор, пока... Бунтари! И вот такая вольница была, а потом к ним прислали старшиной. Куда политрук смотрел? Я не знаю, там, ну, там, там просто анархия была полная. Прислали Мичмана с Дальнего Востока, начальника Губы. Он начальником Губы был на Дальнем Востоке. Он первое время ходил в военно-морской форме, то есть с кремовой рубашкой, черной брюки, пока ему там форму шили, что-то такое. Через два месяца, через два месяца, этот страйбат с троем ходил в столовую. С троем ходил на работу. По вечерам вечерняя прогулка. Вот человек, вот эту вот всю вольницу, вольницу просто перекрывал. Как он, как он это делал, я не знаю. Но это просто было поразительно. Вот такой интересный факт. Жив он сейчас, нет, очень интересный дядька был. А фамилия есть? Нет, я не помню. А сколько ему лет тогда было, примерно было? Да, ну, тогда уже лет под сорок было. То есть, наверняка, он же, скорее всего... Это уже ему больше 85, получается. Да, ну, вот такой интересный человек, который никто не мог их поломать. Вот он их поломал всех. Армия начинается, друзья, с дисциплины. Не будет дисциплины, то не армия. Я вас уверяю. Вот он в страйбате создал дисциплину. Вот этот прапорщик. Очень интересный. Вот такой факт. Да, ладно. Вы знаете, что, друзья, вы мне напишите, если вам будут интересные разговоры про армию, у меня есть с кем поговорить и есть чего рассказать про армию. Ну и что? Олег, спасибо за то, что посетил мою скромную обитель. Да, очень интересный. Приходите еще. Друзья, на этом все. До свидания. Если было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте классы, приводите друзей, делитесь этим видео со всеми. Да, и маленькое объявление, забыл сказать. Я создал одноименную группу в Вабере, также и называется Vital Way. Заходите в группу, там для чего я создал. Все вот эти подписчики, которые у меня есть на Ютубе, у нас уже 13 тысяч, смогут между собой общаться в режиме онлайн чата. И я могу с вами общаться в режиме онлайн чата. Так что давайте сделаем группу в Вабере тоже 13 тысячную. Значит, по вопросам рекламы, взаимодействия, партнерства пишите на почту v01sobachka.ukarnet. Все, с вами был Виталий Пескун и Олег Шелест. Еще раз. Спасибо, Олег. Спасибо. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»